Привет всем моим любимым подписчикам, а также людям, которые случайно или не случайно зашли на это видео. Не помню, рассказывала я об этом на YouTube или нет, но я профессиональный менеджер проектов. Я уже около 15 лет с небольшими перерывами работаю в IT. И я довольно много, около 10 лет, занимаюсь управлением проектами. И этот канал на YouTube я рассматриваю как некий проект свой. И спустя некоторое время его существования я решила сесть и провести некоторые анализы, сделать ревью этого проекта и решить, какова его дальнейшая судьба. Чтобы делать какие-то выводы, естественно, нужна статистика. Давайте я на телефоне открою статистику публичного канала, и мы вместе посмотрим, какие видео пользуются здесь популярностью, а какие нет. Привет. Это главная страница моего канала. Мы видим, что на данный момент у меня 17 тысяч подписчиков. Активно снимать видео я начала где-то в мае, сейчас август. То есть получается, что прошло почти 4 месяца с момента активного ведения канала, с момента начала активного ведения канала. За это время я выпустила, мне кажется, порядка 60 видео. То есть я обычно публикую где-то 3-4-5 видео в неделю с такой примерно периодичностью. И давайте посмотрим, какие видео были более популярны, а какие менее популярны. Давайте отсортируем видео по популярности и посмотрим, какие из них набрали наибольшее количество просмотров. На первом месте у нас видео про минимализм и Zero Waste. Это топ-видеоканал, оно вышло довольно давно, но до сих пор оно собирает довольно много просмотров, комментариев. То есть это то видео, которое, как мне кажется, принесло наибольшее количество аудитории. Но это не только мне кажется, это по статистике так. Следующее видео – это видео о менструальной чаше. У него 145 тысяч просмотров, выпущено оно месяц назад, примерно, на самом деле, чуть больше. Тоже много с него подписывалось. До сих пор идут жаркие баталии о том, можно ли стерилизовать и нужно ли стерилизовать менструальную чашу в микроволновке. И стоит ли стерилизовать мужской плавой орган перед проникновением. Следующее видео про длинные волосы. Я, честно говоря, не особо рассчитывала, что это видео будет популярным. Снимала просто в качестве экспериментов. Следующее видео снова о минимализме на кухне. Видео о расхламлении за 30 дней было снято вообще, ну то есть оно не снималось для ютюба. Я в какой-то момент, когда делала этот проект, это когда ты последовательно увеличиваешь количество вещей, от которых избавляешься каждый день. То есть в первый день этого проекта ты выбрасываешь одну вещь, ну вернее, избавляешься от нее так или иначе. Во второй – две вещи, в третьей – три и так далее до 30, так в течение месяца. Это видео скомпоновано из стори, которые я снимала для инстаграма. И, к моему удивлению, вот эта вот жуткая вертикалка с ужасным звуком, она некоторую популярность нашла на ютюбе. Дальше следует видео с 43 тысячами просмотров про чемодан минималиста. Далее 42 тысячи просмотров, как мыть волосы опять, реже. Странные привычки голландцев, тоже любопытная для меня статистика. Минимализм, минимализм, волосы, алиэкспресс, спорт, фитнес-бикини. Но я, честно говоря, даже не знаю, рассматривать это видео как видео о спорте или скорее это видео о бюджете. Минимализм, 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 расслабление, минимализм, минимализм, расслабление, минимализм, осознанное потребление, дети, beauty, снова фитнес-бикини, грудное вскармливание, это видео, кстати говоря, оно не монетизируется, потому что там есть такая информация для взрослых, и оно не показывается в рекомендованных, то есть это видео, ну, у него, скажем так, не совсем правильно сравнивать ту статистику, которая есть в этом видео, с другими видео. Ответы на вопросы, расхламление, минимализм, умный дом, расхламление, бьюти опять, пластическая хирургия, влоги. И, ну, дальше, честно говоря, идет, уже идут видео, которые вышли либо не очень давно и еще не успели набрать большого количества просмотров, либо те, которые откровенно провалились. Я остановлю запись экрана и продолжим. Это та статистика, которая доступна публично. Естественно, у меня есть еще некоторая внутренняя кухня, как и у любого канала, у любого блогера, он видит больше аналитики внутри. И что я вижу, какие выводы я делаю на основе всего этого. Мне видится следующее. Влоги на этом канале совершенно не заходят. Наибольшее количество людей подписалось на меня, на этот канал, из-за видео о минимализме, о расхламлении, о осознанном потреблении, о zero waste. Некоторое не очень большое количество людей пришло из-за бьюти-тематики, спорта, пластической хирургии. И, пожалуй, мне кажется, на этом все. И я вижу, что когда я отклоняюсь от этих тематик, то получается так, что видео набирают мало просмотров. И потом следующие видео, которые я выпускаю уже тематически, они тоже заходят не очень хорошо. Потому что предыдущее видео собрало недостаточное количество просмотров меньше, чем обычно. Поэтому мое решение следующее. Я хочу снимать на разные темы, не только шпарить, знаете, пять раз в неделю расхламление. Типа, ой, посмотрите, я выкидываю дырявый носочек. Это не совсем то, вернее, не только то, чем я хочу заниматься. Поэтому я завела еще один канал и приглашаю тех, кому интересно не только тематика минимализма, расхламления и осознанного потребления, подписаться на него тоже. Давайте я расскажу, какой у меня план относительно этого канала и потом обсудим, что именно будет на втором. Я сделала себе некоторые заметки на телефоне и сейчас вам зачитаю, какие тематики останутся на этом канале. Здесь, естественно, останется все, что касается основной тематики. Это минимализм, расхламление, осознанное потребление, zero waste. Я это уже много раз перечисляла. Дальше я сужу по количеству запросов. Здесь же, видимо, будет бьюти, всякая косметология, пластическая хирургия. Может быть, косметика немножко, но я, честно говоря, настолько мало и пользуюсь, что не считаю себя профи в этом вопросе. Здесь же, я думаю, что будет что-нибудь про фитнес, зож, питание, про бюджет, про жизнь в Нидерландах, про стоимость жизни в Нидерландах, про какие-то особенности иммиграции. Здесь же будет информация о путешествиях, но не влоге из поездок, а именно о том, как путешествовать недорого, где покупать билеты, мои способы путешествий, познание мира. Ну, вот все в таком духе, то есть более общая информация без конкретики. Сюда же я хочу выкладывать видео о хранении и организации, то есть все, что касается дома, рум-тур, который я давно обещаю, мы никак его не домонтируем. Там очень много материала получилось. Мы снимали на три или четыре камеры, местами на четыре, кажется, даже. Вот, это тоже все будет здесь. Что я планирую перенести на второй канал, какого типа видео? Это будут видео про влоги, ну, то есть все про жизнь, влоги из поездок, влоги просто какие-то повседневные жизни, чем мы занимаемся, про жизнь многодетной семьи, все в таком духе. Будут здесь же, вернее, не здесь же, а на новом канале будут видео про детей, про занятия с детьми, про домашнее обучение, про билингвизм, про воспитание, финансы, в общем, все в таком духе. Потом я думаю, что на новый же канал перейдет информация о фитнес-бикини. Я вижу, что здесь это не заходит. И еще там же, на новом канале, я буду выкладывать видео типа этого про блогинг. На какую камеру я снимаю, на что я снимаю влоги, какие у меня объективы, какая-то статистика о каналах, о том, зарабатываю ли я с этого денег и сколько. Вот всякая такая, мне кажется, информация, почему я разочаровалась в инстаграме и завела канал на ютюбе, все это будет на новом канале. И туда же пойдут, знаете, такие личные видео, что-нибудь типа истории жизни, какие-то личные впечатления, личные мнения о каких-то актуальных и, может быть, не очень вопросах. То есть второй канал, он будет такой, наверное, чуть более личный, чуть более семейный, где-то, наверное, чуть более откровенный. Я думаю, так. Так, теперь хочется поговорить о графике выхода видео. Здесь, на этом канале, я планирую выпускать три видео в неделю. Выходить они будут по утрам, скорее всего, по понедельникам, средам и пятницам. Я думаю, что где-то в 6 утра по московскому времени, в 5 утра по Амстердаму. На втором канале я планирую следующий график видео. Скорее всего, это будет вторник и четверг, чтобы мне не сойти с умом и ничего не перепутать. Возможно, если видео будет слишком много, то это будет еще суббота. Но я думаю, что, скорее всего, это все-таки будет два видео в неделю. И они будут, да, такие вот типа влоги из поездок, что-то личное, какие-то ощущения, впечатления. В общем, я все это уже рассказала раньше. Ну и, конечно, отдельно мне очень хочется поблагодарить всех вас, кто досматривает видео до конца, всех моих подписчиков и просто зрителей, которых гораздо больше, чем подписчиков. Я слежу за статистикой, и кто еще не подписан, подписывайтесь. Большое спасибо всем, кто пишет комментарии, кто поддерживает меня, кто просто благодарит, кто высказывает какую-то конструктивную критику. Я читаю все комментарии, я стараюсь всем отвечать. И я удаляю крайне редко комментарии, модерирую как-то их, только если там просто полный недоклад в стиле «умри скотина». На все остальное я стараюсь отвечать, воспринимаю то, что вы говорите. И мне, правда, очень важно ваше мнение. Если вы здесь не только из-за информации о разумном потреблении, минимализме, zero waste, мотивации к расхламлению и подобным темам, и если я вам интересна как человек, если вас интересуют те темы, которые я перечислила выше, влоги, жизнь за границей, воспитание детей, многодетность, отношения, семейная жизнь, вот это вот все, то подписывайтесь, пожалуйста, на второй канал, ссылочка будет внизу. И еще раз огромное всем спасибо. Я очень рада, что вы досмотрели это видео до конца. Оно, наверное, было немножко нетипичное. Но мне хотелось поделиться вот этой информацией, объяснить, на основании чего я поднимаю такие решения, потому что я хочу быть с вами честной и открытой. Все, я вас очень люблю. Большое спасибо. И пока-пока. Увидимся здесь. И я надеюсь на новом канале.